КОМУ НУЖНО ПОМОГАТЬ Нужно помогать всем. Всем. Это благотворительная программа, где каждый платеж равномерно распределяется между фондами-участниками. Пожертвование можно сделать в любом терминале Киви или с помощью Киви-кошелька. Подробнее о программе на сайте помочьвсем.рф Примерно за 100 тысяч лет до н.э. был рожден Карс, антагонист Battle Tendency и лидер остальных трех людей из колонн. Что выжили? Об этом попозже. Около 90 тысяч лет до н.э. родился один из четырех пиларменов и правая рука Карса – ACDC. Ну или ACDC, как угодно. Где-то за 50 тысяч лет до н.э. метеорит упал на землю и был найден в Гринландии. А от него, в свою очередь, уже и пошли те самые известные всем стрелы. Около 10 тысяч лет до н.э. родился еще один человек из колонн, известный тем, что умеет вдуать ваму. Ну или вам. В районе 8 тысяч лет до н.э. родился скубидушный пилармен, потому что, ну, Карс назвал его псом, Сантана. Где-то в то же время Карс создает каменную маску, из-за чего другие люди из колонн или народ из колонн не кисло пугаются и пытаются его убить. И у них абсолютно ничего не выходит. В итоге Карс и ACDC мастерят форменный геноцид собственного народа, кроме двух младенцев, которыми являются вам и Сантана соответствия. Около 3000 лет до н.э. люди из колонн начинают поиск красного кристалла Эйша. Тогда же впервые появляется Хамон. И тогда же Сантану оставили в Мексике, что, к слову, родина всех людей из колонн. Причина там укроется в происхождении самого Сантаны. Он был для Карса не важнее сторожевой собаки, поэтому его и оставили там охранять. И чтобы у него было достаточно времени, 2000 лет тажно и одиночество, расписывая историю людей из колонн по всем окружным стенам. Бедный Сантана. Примерно за 50 лет до н.э. люди из колонн ушли в спячку на 2000 лет, поскольку верили, что уничтожили весь клан Хамона, ну или хотя бы большую его часть, и его не восстановят. И, наконец, мы переходим к нашей эре. У-ху-я. Первый год от Рождества Христова во всех смыслах. Я знаю, что это относится к седьмой части, но это же Иисус. В 39-м году уже нашей эры была создана колонна «Адский подъем», чтобы возродить Хамон. Неплохо они там постарались. Старевно. 79-й год нашей эры, 7 августа, день знаковый. Везувий устраивает массовые убийства в Помпеях. Последние сгорают и проигрывают. Неважно! В 12-м веке началось возвышение ацтекского племени, которое использовало каменную маску в своих жертвоприношениях. Кстати, сия колонна, принадлежащая Карсу, на самом деле была построена Альбрехтом Гесслером, габсбургским судебным приставом. Габсбурги тогда являлись самой влиятельной королевской семьей в Европе. Ну это так, для справки. Это место было еще до того, как Гесслера одолел Вильям Тель. И Дутараки реально углубился в историю. От Джоджа я узнал историю лучше, чем от самих уроков истории или книжек по истории. Возможно, потому что тут замечены вампиры, духи и гиброгенацисты. Да, поинтереснее. Хорошо запоминается. Где-то в 1480 году караван Сейрей создает меч, к которому был привязан стенд Анубис. И примерно в том же промежутке времени караван погибает, что оставляет Анубиса без хозяина, и стенд пошел, так сказать, по рукам. Ну вы знаете, а любит он это дело. 16 век. Племя Ацтекам загадочным образом исчезает. Где-то тогда же в Германии пишут книгу про случаи, схожие с Допио и Дьяволос, скажу так, чтобы сильно не сполерить. Около 1565 года были убиты Мария Стюарт и ее муж Дарнли. Также к праотцам отправились их бравые рыцари Таркас и Бруфорд. 18 век. Один из гордых обладателей фамилии Пуччи становится Папой Римским. А вот это и правда неплохо. Примерно в 1700 году Низаймон Ямамура открывает неизвестный пигмент, то есть чернила, грубо говоря, срубив столетнее дерево. Это важно для ваншота про поездку Рохана в Лувер. Ну, для тех, кто любит Рохана. В районе 1783 года рождается Микитака, если верить его словам. Я все же за то, что он человек со странным стандом, но я не исключаю существование ниноплотян в Джоджо, так что кто знает, может он и вправду пришельц. В 1827 родился отец дьявола Дарио Брандо. Ну или Дорио Брендо. Марлон Брандо. Не знаю, как произносить его имя без коверканья. В 1838 году родился Уилл Антонио Цеппили. Господи, какой же он старый. 1852 год, туннель с гордым именем Футацу Мори отстроен в Морио. Ну, это где Хайвей Стара заровал. В 1858 году отец Цеппили надевает каменную маску, что нашел на ацтекских руинах, где, помните, все пропали. И убивает 58 членов своей археологической группы, кроме своего сына, Уильяма. После благополучно сгорает на солнечном свете. Два года спустя Цеппили встречает доктора с Хамоном, и тот приводит его к Тампетти. После чего Цеппили становится его учеником. 16 октября 1863 года родился Роберт Иос Спидвагон. Уважай Спидвагона. Будь как Спидвагон. Стрейц родился в том же году, если кому интересно. И в том же году Цеппили узнает, что за судьба ему уготована, если он не бросит Хамон. Цеппили продолжает тренировки. Мужик. В этот год был рожден Интриган, дамский угодник, а для многих просто бог. Дионисио Висмара. Святой человек, епископ, член миссионерской организации Папский институт заграничных миссий. А, нет, тут ошибочка. Родился Дио Брандо. 4 апреля 1868 года родился человек, опередивший время, достойный лучшей жизни. Джонатан Джостер, да благословит бог его душу. Эрина Пендлтон родилась в том же году. Тогда же Мэри Джостер покупает каменную маску в Лондоне и погибает при аварии кареты, после чего Дарио Брандо пытается по-быстренькому нажиться, а в итоге становится героем. Ставлю здесь кавычки. И теперь Джордж Джостер ему должен. Ну что за умница. Также Дайр и Цепели становятся друзьями. И Дарио выходит из тюрьмы, поскольку Джордж Джостер даже не догадывается о том, что скотство отца может в итоге перейти к его сыну. Но он еще многого не знает. Сколько доверия ему излишнего. И без какой-либо причины на это. Ну что за Джостер. 1872 год. Рождается старшая сестра Пока, но... Боже мой! Да всем насрать! 1873 год. Джордж покупает сыну собаку, когда тому исполняется 5 лет. Сначала было довольно суховато в их отношениях, но потом собака не дала ему утонуть в реке, и они стали лучшими друзьями, как и зритель. Этой собакой был Дэнни, и я... Я так ненавижу Дио Фантом Блад, но такие уж были времена. 1880 год начала Фантом Блад. Да начнется же эта грустная и великая история. События берут начало со смерти Тарио Брандо. У-ху! Но с этого момента жизнь Джостеров круто изменится в худшую сторону. В 1881 году Джонатан впервые встречает Эрин, одновременно выхватывая звездю Леи. И она даже не убегает. Почему ты не убегаешь? Что два варианта присоединиться или валить? Такие уж правила в драках. Дио усыновляется Джорджем Джостером. Оху-и-ти-тельно. Эрина также отправляется в Индию ради своего отца. Затем случается смерть самого лучшего персонажа из Джоджо, Дэнни Джостера. И да, тут такого много. 1888 год. С этого момента мы понимаем, что это надолго. Давайте от начала до конца по всем важным событиям. Построена тюрьма у Винд Найт Слот. Джонатан читает письмо Дарио, дерется с Дио, идет на Огр Стрит, встречает спид-вагона и его банду. Джек-подрошитель становится знаменитым серийным убийцей. Дио отвергает... Не, не так. Отвергает свою человечность. И становится вампиром. Джордж умирает, потому что вовремя не отпрыгнул. А, не потому что его отравили, как было в мультике. Не могу поверить, что мальчик, которого я воспитал, пинавший собак, испортивший жизнь моего сына, отравил меня. Черт, никому нельзя верить. Полиция стреляет недостаточно в слишком быстрого Дио, отчего и умирает. Дио и Джонатан дерутся в доме, охваченном пламенем. Четыре дня спустя Джонатан и Ирина смотрят слишком долго и пристально друг на друга. А спид-вагон тактично удаляется. Будь как спид-вагон, тактичный. Вен Чан становится зомби и Дио сбегает из-под остатков дома. Этого, кстати, не было в аниме. А, поправочка от переводчика была, но только в сцене после титров. И кто их вообще смотрит, если это не последняя серия? Ах да, чертов Девилман. О, они все должны умереть. Дио превращает Джека-Потрошителя в зомби и тот теперь работает на него. Кстати, происходит это сразу после знаменитого убийства Whitechapel. Джонатан встречается с Цепели и начинает изучать Хамон. Через неделю он уже знает удлиняющийся удар, а через еще неделю Уэнг Чанг морщится словно омлет. Кстати, этого тоже не было в аниме. Ну вот этого уже реально не было в аниме. 1 декабря. Джек-Потрошитель умирает под бит крови Джонатана. За одну ночь умирают 73 безымянных статиста из The Midnight Slot, на которых всем плевать. Антонио Цепели, Бруфорд, Таркус, Адамс, Дайр и тело Дио сгорает от Хамона. А, и еще случается один из самых топовых моментов всего Джоджа, когда Джонатан использует солнечно-желтый овердрайв. Бля, тут я опять не дотянул. Надо сделать вставочку, чтобы полностью ощутить величие этого момента. Это неоспоримо? Даже не пытайся. Не пытайся. 4 декабря. Пресса Лондона рапортует о загадочном исчезновении в Винднайт Слот. Да неужто. Когда-то там в декабре рождается Элизабет, она же в будущем Лиза-Лиза. 1889. 2 февраля Джонатан и Ирина женятся. 3 февраля Джонатан и Ирина едут в Америку на медовый месяц. 7 февраля. Умер Джонатан Джостер. Да нет, я не плачу. 9 февраля. Ирина и Лиза-Лиза спасаются, а Дио кормит рыб. Позже, 22 мая, спидвагон, стрейц, Ирина и Лиза-Лиза делают это фото. Также чуть позднее рождается Джордж Джостер II. Где-то в 20 веке крепость Гестлер переустраивается в отель. В 1910 году спидвагон создает фонд имени себя. Ну ты помнишь, что надо со спидвагоном делать. Лавится. 1914. За 85 лет до начала четвертой части основана частная старшая школа Будугаока. 13 мая 1918 года Марио Цепель отложил яйцо и так родился его сын Цезарь. Я почти уверен, что так это и работает в их семье. 27 сентября 1920 года Джозеф Джостер рождается в Лондоне. В 1921 году отец Джозефа Джордж II умирает от рук одного из зомби Дио. Лиза-Лиза мстит за мужа, по всей видимости нарушая закон, а затем исчезает не без помощи фонда спидвагона. Ее объявляют умершей и она берет имя Лиза-Лиза. Да-да, ты правильно понял. Раньше ее звали Элизабет, об этом я говорил. А Лиза-Лиза это я говорил для удобства и понимания, что за персонаж. Другим же человеком она не стала, верно? Понимаете, у Джозефа родители были всего год, а потом бум, все, их нет. Цените то, что у вас есть. Это может исчезнуть в любое мгновение. 1928. Марио Цепеле внезапно покидает свою семью, оставляя своего 10-летнего сына Цезаря совсем одного. Слышал, что я сказал, Цезарь? В одно мгновение. Бум и все. 1930-й. Отель у крепости Гесслера закрыт и заброшен после смерти своего владельца. Мистика. Примерно в 1933-м Джозеф в свои 13 спасает спидвагона от похищения и переживает свою первую уже авиакатастрофу. Где-то в это же время нацисты нашли людей из колонны в Риме за 5 лет до их пробуждения. Есть себе будильники за 5 минут до будильника, когда надо вставать, ставлю. Учитесь, пилармены. Где-то в 1934-м году родился Кензо, владелец Сутанда, Драгонс Дрим. В 1935-м Марио Цепеле был поглощен Карсом из-за Цезаря. Цезарь, я же сказал, цини. Цини, а не убивай. Ну ты чё? 1938-й год. Еще один довольно-таки богатый на события год. И снова, от начала и до конца. Что ж, поехали. Сантано начинает просыпаться после спячки в 2000 лет. За 3 месяца до встречи с Цезарем, Джозеф узнает правду о смерти своего отца. Джозеф и Ирина переезжают из Лондона в Нью-Йорк. Начинается Баттл Тенденси. Стрейт становится совсем злым, убивает подручник спидвагона и почти убивает его самого. Джозеф встречает Смоки, которого после Баттл Тенденси мы больше никогда не увидим. Ну, почти, почти. Через 2 дня Джозеф и Ирина узнают, что Стрейтс убил кучу народа и, скорее всего, спидвагона. Затем Стрейтс приходит к Джозефу, тот из ниоткуда достает Томмиган, расхерачивает Стрейтса, мутит всякое из Хаммана и Стрейтс умирает. Сантано просыпается от очень долгого сна. Вырывается из плена нацистов, ну, хотя это странно назвать, вырывается, просто уходит. И после ожесточенно огребает от Джозефа и Штрохайма. Через 3 дня Сантано отправят в штаб-квартиру спидвагона в Вашингтоне на изучение под ультрафиолетом. А мы так и не узнаем никакой новой информации о пиларменах. Как вам такое, а? Араки? Забыл. Ах да, Карсы и Сидиси тоже пробуждаются. 30 января 1939-го, начало возрождения войны Хаммана с людьми из колонн. Вам мочит нацистов под Колизеем, как в 45-м. Нацистов. За Лизой Лизой начинается слежка, сами понимаете, от кого? От нацистов. Смерть Марка. Эх, а ведь ему оставалось всего неделя до пенсии, до брака. Мог бы хотя бы ее прожить полной жизнью. Джозеф получает два обручальных кольца от двух здоровенных мужуков и у него 33 дня, чтобы подготовиться к свадьбе. Через два дня Джозеф встречает свою мать, которая пока его не мать. Да, как-то так будет правильно. Через день Джозеф и Цезарь лезут по колонне Адский Подъем, чтобы восстановить Хаммон. И кто бы мог подумать, это сработало. Через 4 дня они таки добираются до вершины и то, что они там от голода не подохли, меня просто поражает. Видимо, Хаммон работает как фотосинтез или типа того, а поэтому им не надо есть так часто. 61 час спустя они начинают тренироваться с Логинсом и Миссиной в течение трех недель. Вы о них скоро забудете. Остается 7 дней. А 7 дней? О боже мой, я умру в понедельник. Цезарь и Джозеф узнают, что Лиза Лиза обладает красным камнем Эйша. В манге все было по-другому. И да, это очередной момент, когда мы летим галопом по Европам, поскольку событий просто в бал. На следующий день ACDC умирает, но все-таки успевает послать камень Карсу в Швейцарию. Хаммонская банда покидает Италию и сталкивается с нацистами. Карс находит нацистов, убивает нацистов. Кроме Штрахайма, естественно, потому что он, ну, классный. Мы узнаем, что он все-таки живой, и теперь еще и киборг. 27 февраля Цезарь умирает от рук Вама, потому что довыебывался. Говорю как есть, у него было много вариантов убить Вама, но Цезарь выбрал самый тупой из них, за что и поплатился. На следующий день Джозеф и Вама участвуют в древнегреческом Steel Ball Run. Катаются по удивительно пустому Колизею, попутно пытаясь убить друг друга. Вама и Джозеф играют в камень-ножницы-бумага. Вама использует воздушные ножницы, Джозеф использует огонь и дух своего мертвого друга. Вама умирает и больше не может жениться, выйти замуж. Бля, в общем, колечко снимают. Карс против Лизы-Лизы. Файт! Карс использует технику теневого клонирования и читерит. Также он играет на ногах Лизы-Лизы, как на электрогитаре, хотя их тогда еще и не заобрели. Объясните мне, почему это сейчас было? Карс становится совершенным существом и начинается финальное противостояние с Джозефом. И что же они делают? Опять играют в камень-ножницы-бумага. Карс выбирает ножницы, а Джозеф не выбирает ничего, поскольку думает, что уже выбрал и победил. И на удивление, да, ножницы побеждают. Карс выбирает бесконечный источник сил в форме бумаги. Джозеф выбирает камень. Камень побеждает. Попутно Джозеф теряет руку, чтобы потом заменить ее крутым протезом. Теперь Джозефу приходится жениться на Сьюзи Кью, поскольку все его невесты мертвы в запасной аэродромче. 1942-й. Да-да, я знаю, что много чего еще произошло в этот промежуток между 1939-м годом и 1942-м. Но в этот год родилась Холли Джостер. Разве не здорово? 1943-й год. Штрахайм погибает где-то под Сталинградом. Где-то в 1945-м году родился Рюхей, дед Джоске. 1948-й. Лиза-Лиза вновь выходит замуж за сценариста из Голливуда. Так, держай, девочка. Эрина умирает в 1950-м в окружении своей семьи, любимая всеми. Спидвагон умирает через два года, в 1952-м. В 1957-м родился Дэниел Джей Дарби. 1958-й. 30 лет до начала третьей части. Роузес начинает работать дворецким в семье Джостеров. Где-то в 1962-м родилась мать Джоске Тамоко Хикошиката. В 1964-м году в море родился Анжеро. Ну или Анжело Катагири. Владелец стенда Акванеклес. Надеюсь, так понятнее стал. В этом же году Рюхей начинает работать в полиции. 1965-й год. Мать дьявола села в женскую тюрьму на 10 лет. И в том же году Жан-Пьер Полнарифу родился во Франции. 30 января 1966-го года родился по-королевски убийственный. Один из лучших злодеев Джоджа, по моему мнению. Явно неровно дышащий к стенду. The Hand. Яшикаги Кира. Летом 1967-го года в женской тюрьме родился дьяволом. Напомню, в женской тюрьме. И что тут странного? Холли Садао Куджа женится. Отца Джотера мы так и не увидим. В районе 1967-го родилась Рэми Сугимота. А также в этом году родился владелец стенда Green Day Чоколата. 5 января 1968-го года родился Теренс Ти Дарви. Осенью 1969-го Кенза, владелец стенда Dragons Dream, убивает 34 человека. Вот это прям да. Ну, парни, что ж, это далеко еще не все, что нам надо разобрать. Еще части с третьей по шестую полностью не рассказаны. Это вполне неплохая точка для перерыва, так сказать. Мы начали с отметки в 100 тысяч лет до нашей эры и дошли до 1969-го года нашей эры. Это дохрена времени, знаете ли. Если хочешь продолжения, выкажи свою заинтересованность, оставь там комментарий, поставь лайк, тогда я пойму, что это тебе, вам, всем остальным интересно и надо продолжать. И надеюсь, вы поняли, что я не стал включать 77 колец из Phantom Blood, так как не особо ясно, нужно ли оно это вообще кому-то. Про вот такие и подобные им вещи пишите в комментариях. Нужно ли про 77 колец рассказать? Где какие косяки с именами, датами, событиями и так далее. Может, чего-то важного не упомянул, что, ну, обязательно нужно. Ну и, конечно, повторюсь про части, после перезапуска видео тоже будет. Что ж, на этом я заканчиваю. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok